Добро пожаловать на канал Рецепты из Тетради! Сегодня я предлагаю приготовить кростату. Итальянский открытый пирог, очень вкусный и мега нежный, в основе которого лежит песочное тесто и начинка. Кростата может быть как сладкой, так и солёной, как с вареньем, так и со свежими фруктами. Но в любом случае, этот домашний пирог может стать украшением любого стола и превосходным дополнением любого чаепития. Полный перечень ингредиентов, а также краткую инструкцию по приготовлению, вы, как всегда, найдёте в описании под видео. Итак, начнём с теста. Для этого нам понадобится 250 г муки, которую я предварительно просеяла. В муку добавляем 50 г крахмала, у меня это кукурузный крахмал, а также 100 г сахарной пудры и 1 чайную ложку разрыхлителя. Хорошо перемешиваем все сухие ингредиенты. Кстати, крахмал можно заменить таким же количеством той же самой муки. А сахарную пудру, в принципе, можно заменить обычным сахаром, но тесто на основе пудры лично мне нравится намного больше. Теперь нам понадобится 120 г охлаждённого сливочного масла, которое нужно добавить к сухим ингредиентам и перетереть до получения влажной крошки. Опять-таки, сливочное масло можно заменить маргарином. В этом случае тесто получится таким же нежным и рассыпчатым, но без сливочного вкуса. И это нужно учитывать, так как некоторые начинки без сливочности в тесто сильно проигрывают во вкусе. В итоге у вас должна получиться вот такая вот крошка, которая легко собирается в комок и также легко рассыпается от нажатия пальцем. Чтобы превратить эту крошку в полноценное тесто, нам понадобится одно целое яйцо и один желток. Сюда же к яйцам добавляем четверть чайной ложки соли. А ещё я очень рекомендую добавить немного, буквально одну чайную ложку мёда. У меня это акациевый мёд, который поможет сделать основу пирога мега нежной и долго не черствеющей. Хорошо перемешиваем яйца с солью и мёдом до полного растворения соли. Получившуюся яичную массу соединяем с маслянистой крошкой и быстро замешиваем мягкое тесто. Долго вымешивать такое тесто нельзя, поэтому, как только все ингредиенты удалось собрать в комок, сразу же останавливаемся. У вас должно получиться вот такое очень мягкое, но абсолютно не липнущее к рукам тесто. Перекладываем его на пищевую плёнку и слегка расплющиваем, чтобы оно затем быстрее охладилось. Заворачиваем тесто в пищевую плёнку и отправляем в холодильник как минимум на 1 час. Если же есть возможность выдержать его в холодильнике всю ночь, то это будет только лучше. Для дальнейшей работы с тестом нам понадобится круглый лист пергамента диаметром не менее 30 см. Выкладываем на пергамент охлаждённое тесто. Сразу отрезаем от него примерно 1 четверть. Эта часть теста нам понадобится позже. Оставшиеся 3 четверти теста припыляем мукой и раскатываем в пласт толщиной не менее 3 и не более 5 мм. Также это тесто очень удобно раскатывать между двумя листами пергамента. Из получившегося пласта теста вырезаем круглую заготовку диаметром 30 см. Обрезки собираем и соединяем с отрезанной ранее частью теста. А круглую заготовку по всей площади накалываем вилкой. А затем, вместе с подложкой из пергамента, переносим форму диаметром 24 см, где формируем основу пирога с невысокими, около 3 см, бортиками. В качестве начинки сладкой кростаты можно использовать абсолютно любое варенье или джем. У меня это сегодня вот такое персиково-лимонное варенье с крупными кусочками. На пирог такого диаметра понадобится около 300 г варенья. Выкладываем варенье или джем в песочную основу и разравниваем его по всей поверхности. Теперь припыляем мукой рабочую поверхность и выкладываем на нее остатки теста, которые нужно раскатать в пласт толщиной около 2 мм. Получившийся пласт теста разрезаем на полоски толщиной около 2 см, которые затем выкладываем на слой варенья, создавая декор в виде решетки. Также можно выложить несколько полосок теста по окружности пирога, придавая его декору законченный вид. Практически готовую кростату отправляем в уже разогретую до 180 градусов духовку, где пирог будет запекаться на протяжении 30-40 минут. Готовую кростату достаем из духовки и оставляем прямо в форме до полного остывания. Доставать пирог до этого не рекомендую, так как он получается очень нежным, хрупким и рассыпчатым. Перед подачей кростату можно по вкусу присыпать сахарной пудрой, которая сделает этот пирог более нарядным. Хотя я бы советовала не усердствовать с ней, так как эта выпечка и сама по себе, как мне кажется, очень сладкая. Одно из преимуществ кростаты заключается в том, что она прекрасно хранится в холодильнике на протяжении двух недель, при условии, конечно же, что она завернута в пленку. А если этот пирог заморозить, то он может пролежать и несколько месяцев. Согласитесь, это очень удобно, когда в холодильнике всегда есть десерт к чаю на случай внезапного визита незапланированных гостей. Ну а то, что готовится этот пирог из самых доступных продуктов, очень быстро и несложно, можно рассматривать как дополнительный бонус. Не забывайте ставить лайки, если вам понравился этот рецепт. И, конечно же, подписывайтесь. У меня в тетрадке еще много вкусных и интересных рецептов, которыми я с радостью поделюсь. Мира всем нам, здоровья и чистого неба над головой. Берегите себя и своих близких. Приятного аппетита и до новых встреч! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова